Сегодня в России отмечают День науки. Наша съемочная группа в канун праздника побывала в Институте мерзлотоведения в Якутске. Оказалось, там находится своего рода капсула времени – якутское креохранилище. В чем его уникальность и стратегическая необходимость, узнавал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Здесь под словом вечной мерзлоты хранятся истоки жизни. Федеральное креохранилище семян растений в случае любых катаклизмов может не только сохранить редкие виды флоры, но и спасти человечество от голодной смерти. Креохранилище представляет собой сооружение, в котором создаются определенные температурные, влажностные условия для длительного хранения семян растений. Биологами установлено, что семена длительное время хранятся без изменения своей жизнеспособности при низкой влажности и достаточно низкой отрицательной температуре. Площадь 110 квадратных метров рассчитана на долговременное хранение до 100 тысяч образцов семян сельскохозяйственных, редких, исчезающих, древесных и других хозяйственно-ценных видов растений. Сейчас большая часть коллекции – это семена, которые были заложены еще в ВИРИ, то есть во Всероссийский институт растеневодствия Миневавилова. Это семена, которые были положены на хранилище примерно в 70-х годах, в 76-78 годы приблизительно. Она насчитывает порядка 9,5 тысяч образцов. В основном это бобовые, то есть это горох, чина, люпин и так далее. Семена перед тем, как их закладывают на хранение, их досушивают, высушивают определенные влажности внутри этих семян, потом герметично запечатывают. Как именно они будут запечатывать, в принципе, это не важно. Сегодня здесь хранятся семена более 10,5 тысяч растений. А с 2010 года нашими учеными начали пополняться и сорта семян. Пробные закладки семян были проведены сотрудниками ботанического сада Института биологии в 2010 году. Но это были семена редких, исчезающих, эндемичных видов и перспективных видов растений. Это, например, были семена лилии пенсильванской, пион марин корень, дельфинь грандифлёру и так далее. Якутское криохранилище уникальное тем, что работает с минимальными затратами электроэнергии, поскольку семена растений тут хранятся только за счет температуры мерзлых грунтов. Никаких дополнительных приборов и средств для поддержания холода, как в других подобных хранилищах России и мира. Здесь охлаждающие каналы проложены вдоль этих камер, где хранятся семена растений. За счет этой охлаждающей системы в зимнее время здесь поддерживаются нужные температуры. И, кроме того, некоторое количество холода аккумулируется в окружающих мерзлых породах. Эта система начинает работать где-то в ноябре. А продолжительность охлаждения зависит от времени работы охлаждающих систем в зимнее время. Более 5 миллионов рублей было выделено на создание криохранилища в 2011 и 2012 годах в перспективе строительства еще одного на территории ботанического сада. По плану в нем можно будет хранить уже до миллиона образцов растений и собирать семена именно редких и исчезающих видов со всего мира. Таким образом, якутское хранилище может приобрести статус международного.